Тут такая была красота. Мы вот тут только сразу переходили, там был пляж. А теперь на место пляжа образовалась стройка, возмущается Валентина Иванова. Дачу в садовом товариществе любителей природы женщина купила 12 лет назад, но теперь жалеет о покупке. По словам Валентины, вот уже два года вдоль ее дачи ежедневно проезжают грузовые машины с тоннами песка, а он вместе с пылью летит в сторону ее дома. Мы задыхаемся от пыли, от грязи, от этих камазов. Вот вы представляете, вот эту дорогу, которую я скидываю вот сюда, вот этот песок, я делаю это раза два-три в неделю. У меня возраст уже. И вот три раза вот так, три часа проедут камазы, и этот песок опять у меня у забора. Причем строительная пыль оседает везде. Открыть окна и подышать свежим воздухом не могут, жалуются дачники. Мой дом находится в конце, точнее даже у самого лесоцеха и у дороги. То есть мы вот это вот наблюдаем, вот эту вот пыль, и поглощаем целыми сутками. Если раньше они работали только днем, и суббота-воскресенье были у них выходные, то теперь они работают круглосуточно. А отсюда, значит, не открыть ни окно, ничего. Большегрузы в этом месте действительно ездят очень часто и на высокой скорости. Именно поэтому здесь стоит стол пыли. Но камера, к сожалению, этого настолько сильно не передает. Дышать здесь невозможно. Вся наша одежда покрылась строительной пылью, хотя находимся мы здесь всего полчаса. Чтобы решить данную ситуацию, дачники не раз обращались в администрацию города. Обращались дважды в исполком, ответы так и не получили. Коллективное письмо от садоводов было с подписями. То есть каждый человек приходил, подписывался, отдавал я лично. Есть входящие письма. Ответов мы не получали. В данном случае наказывать нужно водителей большегрузов, считают садоводы. В первую очередь это нарушение правил перевозки сыпучих материалов. Многие автомобили без полога. И весь этот инертный материал сыпется на дорогу. Оттуда пыль вся по дорогам идет. Это в первую очередь надо водителям наказывать. Ответственность за сложившуюся ситуацию должны нести водители грузовых машин, подытожил Виталий Быков.